Осенью приступил к работе парламент нового созыва. Чтобы обозначить наиважнейшие для региона приоритеты и вопросы, а также наметить план развития Латгалии на ближайшие годы, Даугавпилское самоуправление обратилось к представителям Сэйма с приглашением посетить город. 16 января в ответ на высказанное приглашение Даугавпилс посетил вице-спикер Сэйма Янис Грасбергс. В ходе визита гости ознакомились с реализуемыми в Даугавпилсе проектами сферы туризма, улучшения инфраструктуры, развития предпринимательской деятельности и других отраслей. Руководство Департамента развития и Комитета городского хозяйства и развития ознакомило представителей Сэйма с проектами, реализуемыми на территории Латгальского зоопарка, в Центре инноваций, обозначило планы улучшения транспортной инфраструктуры. Также делегация посетила Северную промзону и новую котельную на щепе на территории ТЭЦ-3. Основными темами для обсуждения стало привлечение инвесторов и вопросы экономического развития города. Я посетил высокопоставленных гостей на трассе А6, это Даугавпилсницгал. Любой автолюбитель знает, насколько это критичная визитная карточка нашего города. Хорошая новость в том, что происходят проектировочные работы этого участка дороги. Будет завершена проектировочная работа, что будем делать дальше? Нужны финансовые вложения, дорога государственного значения, поэтому здесь как-никак начали работу именно в том, что будем делать, откуда будем брать средства и надо уже, скажем так, себя позиционировать для того, чтобы эти деньги получать. Далее двигались по направлению рабочих мест, это индустриальная зона, предпринимательская среда. Не обошли вниманием и научную, и туристическую сферу, Латгальский зоопарк, который в этом году у нас празднует 30-летие, и там мы знаем, что развивается Болотарий, и это будет такой уникальный проект на всю Европу, то есть такой большой магнит, чем мы можем... Вся Латвия может годиться не только Латгаль и город Даугавпилс, поэтому для этого тоже нужны дополнительные средства. Главная цель – это у правительства, скажем так, себя обозначить тем, что мы готовы здесь реализовывать проекты, здесь живут мультикультурные, наверное, народ, который также не хочет быть на задворках. Город Даугавпилс для развития средств европейских структурных фондов и правительства. Поэтому продолжаем работать. Надеюсь, что дальше у нас также будет плодотворно, и это завершится именно вливанием денежных средств. Представители Сейма высоко оценили работу, проделанную для индустриального развития Даугавпилса, и признали, что ряд проектов высокой готовности, разработанных в самоуправлении, имеет шанс получить госфинансирование, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие всего Латгальского региона. Этот визит позволил по-новому взглянуть на Даугавпилс. Ведь нередко бывает так, что в СМИ слышишь что-то одно, а на месте ситуация раскрывается совершенно в ином свете. Здесь я увидел множество направлений и перспектив для развития. Местным и иностранным инвесторам есть куда приходить. Условия для этого здесь обеспечены. Разумеется, для реализации любого плана необходимо финансирование. И развитие в нашей стране по-прежнему во многом зависит от европроектов. Сегодняшний день позволил составить довольно четкое представление о том, какие пункты необходимо включить в документы планирования Латгалии. Ведь Даугавпилс – крупнейший город этого региона, и второй по величине город страны. Мне кажется, что пришла пора, когда он должен расти и развиваться. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.